всем привет меня зовут алена воронцова я стилист я уже снимала для вас один ролик про базовый макияж а сегодня я решила снять еще одну версию базового макияжа именно на весну и на лето сегодня я заодно расскажу вам про два своих любимых продуктов макияжа на данный момент первый из них это кушон сейчас у меня кушон и стил аудер недавно мне его порекомендовали на пробу предыдущий кушон у меня был от фирмы живанши мне он честно говоря понравился больше но этот тоже отличный если вдруг вы не знаете как и я до недавних пор не знала о таком продукте то я немножко расскажу в паре слов это в принципе тональный крем который объединяет в себе сразу несколько продуктов для кожи как заявлено во всяком случае в интернете что в нем есть что-то и от биби крема и у от обычного тонального и в частности от пудры и главная отличительная черта это вот такая подушечка вот этот спонжик от которого и происходит название данного средства ну и вот в стил аудер тональный крем выдавливается при помощи вот этой кнопки чем мне нравится этот продукт и почему я его настоятельно рекомендую на весну и лето потому что он очень легкий отлично ложится вы практически незаметно на коже при этом он придает какое-то небольшое сияние и выравнивает тон что мне еще прелесть кушетку Это в том, что благодаря вот этой пористой подушечке-спонжику, его можно наносить в несколько слоев, и он ложится все равно, несмотря на это, равномерно. Также, как сказали мне в Estee Lauder, есть второй вариант кушона с SPF 50, и его можно наносить под глаза. Ну, я наношу под глаза этот, не знаю, насколько это правильно, можете меня за это ругать. Следующее, что я делаю, это, как в предыдущем видеоролике, прорисовываю стрелки фломастером от Chanel. После стрелок я снова прорисовываю брови. Как и в прошлый раз, вот этим коричневым цветом, это палитра из мака. Ну и, наконец, переходим ко второму моему любимому продукту на весну. Это вот такая палитра теней от Urban Decay. Здесь собраны совершенно потрясающие натуральные цвета, в основном коричневых тонов, но также к ним добавлены еще вот такие базовые черные и серые цвета для того, чтобы сделать макияж в стиле Smoky Eyes. Также прелесть этой палитры в том, что здесь есть как матовые тени, так и сатиновые, то есть с небольшим сиянием. И сегодня я предлагаю как раз использовать как базовый весенне-летний вариант тени сатиновые, которые будут сиять. Итак, поскольку макияж дневной, то я выберу светлые оттенки. Это первый самый светлый оттенок для внутренних уголков глаза, а также еще два оттенка, которые будут использованы для середины века. Это вот этот второй и также похожий оттенок, который чуть-чуть потемнее. Субтитры делал DimaTorzok Теперь последний штрих – это использование туши. Теперь скульптурируем лицо при помощи самой темной пудры. И последнее, что я должна добавить для того, чтобы придать лицу еще больше сияния – это хайлайтер, который я показывала и в предыдущем видеоролике от MAC. Кстати, под брови мне его удобно наносить кисточкой для губ. Что касается губ, то по прямому назначению я ее не использую, потому что я пользуюсь помадой без кисти. Но вот она мне пригодилась для хайлайтера. И финальный штрих на сегодня – это помада. Покажу вам одну из своих самых любимых помад именно для весны и лета. Это помада Shiseido номер 740. Почему использую ее активно именно весной и летом? Потому что она вот такого очень натурального, естественного оттенка, который потрясающе смотрится, когда кожа немножко загорелая. Вот такой получился весенний, легкий, ненавязчивый макияж. Я думаю, что в плане макияжа на этом я не остановлюсь и сниму еще несколько вариантов для вас. А также мне бы хотелось немного рассказать об организации косметики. Если вам эти темы интересны, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok